Hello, Tatiha! Всем привет! Меня зовут Анна Кузина. Я чемпион мира по китайскому языку. И сегодня я расскажу вам, с какими трудностями я столкнулась, когда впервые приехала в Китай. Было это аж 17 лет назад, когда не так был развит интернет, когда в Пекине только закончилась эпидемия SARS, когда был не так развит транспорт и многое было иначе. Расскажу, почему было страшно, чего больше всего не хватало и хотелось мне побыстрее смыться от всех трудностей домой. Моя стажировка превратилась в приключения еще до того, как я успела сесть в самолет, потому что в Пекине тогда бушевал SARS. Но мне было очень сложно ждать. Я тряслась, как осиновый лист. И вот, когда мы уже вообще просто дошли до ручки, выходим на перрон, приключения продолжились в аэропорту. Развеселили меня китайцы, с которыми я успела познакомиться. Я была безумно счастлива, что мне удалось преодолеть все трудности в первый раз в новой стране, в позднее время, для двух 19-летних девчонок. Мы девушки наивные, китайский менталитет знали не очень хорошо, потому что повелся даже мой опытный папа. И тут у меня возникли сомнения, и он приехал с цветами. Ура! Это не то, что сейчас, когда можно взять телефон, позвонить и решить все вопросы. И, если что, деваться было некуда. Моя первая китайская квартира, в которой началась новая, более интересная волна приключений. В моем случае это была реальная победа над обстоятельствами. Впервые я приехала в Китай на языковую стажировку. Через два года изучения китайского языка. Начну с того, что моя стажировка превратилась в приключения еще до того, как я успела сесть в самолет. Но давайте по порядку. Дело было летом 2003 года, как раз после окончания второго курса. Это идеальное время для продолжения изучения языка в Китае. И, конечно же, мне очень хотелось поехать. Но я родом из простой семьи, и возможности платить за обучение у меня не было. Грант тоже не давали, и тут мне вызвался помочь мой двоюродный брат. Я, конечно же, была безумно счастлива, потому что это было для меня большим сюрпризом. Готовиться я начала за полгода. Оформила все необходимые документы, визу, а вот с покупкой билетов я решила повременить. Отложила на последний момент по двум причинам. Во-первых, потому что в Пекине тогда бушевал SARS. Это всем известная атипичная пневмония. В душе я, конечно, очень переживала, боялась, что из-за всей этой ситуации в результате не удастся поехать в Китай. И, конечно, я мечтала, чтобы это все поскорее закончилось. Ой, когда все это кончится. Благо, родители не препятствовали. Они были уверены, что к началу учебного года все это устаканится. Но в результате так и случилось. Вторая причина, которая меня сдерживала, это деньги. Деньги на учебу. Они были на словах, но их не было на руках. Потому что нету денег, не рубля, не рубля. Поэтому в итоге я билет все равно купила, собрала чемодан и села ждать. Но денег все не было. Я знаю то, что брату их тоже было непросто собрать, но он этого не говорил. Он просто говорил, подожди. Но мне было очень сложно ждать. Я тряслась, как осиновый лист. Тряслась до последнего момента. Очень сильно переживала то, что из-за этого вся стажировка накроется медным тазом. Тряслись мы за компанию с мамой. Вплоть до самого аэропорта. Я выезжала на стажировку из Рязани. Там, где находится вся моя семья. Там живут мои родные. Живут папа с мамой в летний период. Вот мы собрались, поехали на электричке Рязань-Москва. Трясемся. Получится ли, состоится ли мое обучение. И вот, когда мы уже вообще просто дошли до ручки, выходим на перрон. И я вижу своего брата. Как он протягивает мне заветную карточку. Я была настолько счастлива, что думала, что мне не понадобится никакой самолет. И я улечу на крыльях радости в Пекин сама. Приключения продолжились в аэропорту, когда я осталась одна. Мама уехала, я осталась ожидать вылета. И вдруг объявляет, что самолет сломан и рейс переносится на следующее утро. Ну и шо сидим? Стелимся? Ясно же сказал. Полета сегодня не будет. Вы представляете мою реакцию? Это было особенно весело для меня, как человека, который последний раз летал лет в шесть. И у которого в Москве не было ни кола, ни двора. Развеселили меня китайцы, с которыми я успела познакомиться, пока ждала вылета. Я была счастлива, что понимаю их речь. Счастлива их похвала. Они очень круто хвалили мой китайский. Хотя я тогда не очень свободно говорила. Но в принципе могла понимать речь. И могла поддержать базовую беседу. И благодаря этому я забыла обо всех невзгодах. Позже нас отвезли в аэропортовую гостиницу. Было это часа в два ночи. Подъем был запланирован через два часа. То есть спать оставалось всего ничего. И я уже и сама не помню, как оказалась в самолете. Рядом со мной сидела моя однокурсница. Подруга, с которой мы договорились лететь на стажировку вместе. Я до сих пор помню свою необыкновенную эйфорию при взлете. Я была безумно счастлива, что мне удалось преодолеть все трудности. И что вот-вот я встречусь со своим заочно любимым Китаем. Что я смогу продолжить изучать китайский язык в среде. И также я очень хорошо помню слезы своей подруги, которая очень сильно переживала, что расстается с родными краями. И полное непонимание на ее лице, что мол, как ты можешь радоваться? Мы же уезжаем из родной России. Кто нам поможет? Мы же летим в никуда. Но я думаю, что после моих долгих рассказов вы прекрасно понимаете, почему я была такая счастливая. Потому что в моем случае это была реальная победа над обстоятельствами. Но и на этом история не закончилась. Когда эйфория прошла и слезы высохли, мы стали думать о том, как мы будем добираться до дома. Ну, до нашего нового китайского дома. Ситуация осложнилась тем, что мы прилетали около 10 вечера. В первый раз в новой стране, в позднее время, для двух 19-летних девчонок это было реально волнительно. И тут стоит рассказать один интересный эпизод из нашей жизни. Немножко отмотаем пленку назад. До поездки в Китай мы с подругой познакомились с китайским молодым человеком по имени Лидзи Вэнь. Мой папа почему-то решил его прозвать Люпеном. Не знаю почему, говорит, что так удобнее. Но пусть будет Люпеном. Так вот, общались мы с ним где-то около года. Это как раз тот самый китаец, которым я тренировала по ночам аудирования. Если вы смотрели мои предыдущие видео, то должны помнить, о ком идет речь. В общем, он названивал мне по ночам. Я с ним говорила в основном по телефону. И терпела его бесконечные звонки для того, чтобы повысить уровень китайского языка. Так вот, когда мы засобирались на стажировку, выяснилось то, что Люпен тоже планирует уезжать из России. Также выяснилось то, что он коренной пекинец. И он предложил пожить у него. Мол, зачем вы будете тратиться на общежитие? Когда у меня есть свободная спальня, сказал он. Мы девушки наивные, китайский менталитет знали не очень хорошо. И, конечно же, с радостью согласились. Хотя, может быть, дело было вовсе не в наивности, а именно в недостаточно глубоком знании менталитета. Потому что повелся даже мой опытный папа, который успел познакомиться с Люпеном. Папа приехал ко мне на время летней сессии, которая была в конце второго курса. И постоянно после каждого экзамена приходил во дворик университета. Он там меня ждал, чтобы встретить и вместе поехать домой. Так вот, Люпен тоже любил туда наведываться. Так они успели несколько раз пообщаться. И у папы сложилось очень хорошее впечатление о Люпене. И тут у меня возникли сомнения. А почему, вы узнаете потом. В общем, мы с подругой с радостью согласились на привлекательное предложение. Несмотря на напряженку с деньгами, меня в этом вопросе даже не столько привлекали деньги, да, возможность сэкономить, сколько возможность более качественного обучения. Меня очень усоблазнил вот этот момент, что можно будет каждый день общаться с носителем. Да и не с одним. Потому что Люпен жил с мамой. Да. Какая здесь тебе жена? Тут твоя мама. У тебя есть мама. Люпен жил с мамой, при том, что ему было 30 лет. Мы с подругой решили, что раз он с мамой, то никаких вопросов быть не должно. Тем более в плане безопасности. А теперь возвращаемся обратно в самолет. Сидим мы с подругой и думаем, что мы будем делать в 10 вечера в аэропорту одни. Как поедем домой? К Люпену, соответственно. Решили, что вызовем такси. Адрес Люпена у нас был. Я про себя раз в 300 приговорила все фразы из диалогов, которые были связаны с вызовом такси из серии. Не забудьте включить счетчик. Не надо наматывать круги. Нам надо туда-то и туда-то. Это было очень смешно. А сама сидела и в душе очень сильно надеялась, что Люпен приедет за нами в аэропорт. И он приехал с цветами. Ура! Это был нереальный сюрприз. Потому что когда мы в последний раз созванивались, он говорил, чтобы мы просто взяли и сели в такси. Но он в результате приехал, потому что понимал, что уже очень поздно и все-таки первый раз в чужой стране мы просто можем запутаться. Кроме того, это не то, что сейчас, когда можно взять телефон, позвонить и решить все вопросы. Роуинг тогда стоил бешеных денег и его было не так-то просто оформить. Мобильного интернета тоже не было. Так что ситуация осложнялась вот этими техническими моментами и, если что, деваться было некуда. Я до сих пор помню, как мы сели в аэропортовый автобус. Ночные виды Пекина, которые мы проезжали. Мою первую китайскую конфетку в виде кукурузы, которую Люпен специально купил для нас в честь встречи. Снова виды. Потом такси, в которое мы пересели из автобуса, потому что автобус не доезжал до нужной нам точки. А дальше моя первая китайская квартира, в которой началась новая, более интересная волна приключений. И расскажу я вам о ней в следующий раз. Ну а на сегодня у меня все. Не забудьте включить уведомления о новых видео, чтобы не пропустить продолжение. И не забудьте ставить лайк и пишите в комментариях, нравится ли вам слушать такие истории. Если что, у меня их очень-очень много. У меня жизнь богатая на события. А я пойду готовить продолжение. До встречи в следующих видео. Пока-пока.